Тут уже, конечно, ручки устали, лактат, окислились ручки, ты идешь уже не так весело, как в начале. Подъем с глубины 101 метр – дело энергозатратное, впрочем, как и сам риск, благородное. За свои 3 минуты 30 секунд подводного погружения на одном дыхании Сергей Зыков был отмечен бронзой чемпионата мира по фридайвингу Аида в Лимассоле в этом году. Победа досталась в дисциплине ныряния в глубину в ластах. Обогнали меня только Алексей Молчанов, он чемпион, он один из лучших, не, ну вообще лучший фридайвер сейчас на планете, самый глубокий он обычно выигрывает. Второй был француз. Отличие от обычного дайвинга, почему приставка фри, потому что у нас за спиной нету никаких баллонов. Мы ныряем на задержке дыхания. Кто глубже, тот и больший чемпион. Там низкое содержание кислорода, ну под водой вообще там, жабры нужны. А в воздухе наверху, на эшелоне, когда ты летишь, это равнозначно тому, что вы находитесь в горах на высоте 2500 метров. Аналогия с эшелоном «Дань прошлому». Стюарт по профессии однажды после удачного отпуска красногорец Зыков превратился в спортсмена, живущего в Египте. Все ради тренировок и морской воды. Променяв высоту на глубину, сертифицированный инструктор и член сборной страны намеревается ставить мировые рекорды и обещает еще заявить о себе на других турнирах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...